Я решила начать вести дневник онкобольной, чтобы мой опыт, ошибки и советы помогли тому, кто только столкнулся с этой болезнью. В октябре 2014-го у Ольги появился сухой изматывающий кашель. Думала, обычная простуда. Занялась самолечением, полоскание ромашкой, антисептики. Потом стало трудно ходить, ноги просто не поднимались от слабости в мышцах. Было непонятно, что это. Неужели старость в 50 лет? Анализ крови показал низкий гемоглобин. Гематолог спустя месяц постоянных анализов крови из пальца так и не назначил никакого лечения. Пункция костного мозга тоже назначена не было. Врач сказал, что Ольга совершенно здорова и закрыл больничный. Но со временем становилось хуже. Сильная потливость и слабость не давали спать по ночам. Стали появляться маленькие синяки по всему телу. Ольга отметила резкую потерю веса. Новогодние каникулы Ольга провела с температурой 39. Участковый врач отказалась лечить и дала направление в инфекционную больницу. Но и там не смогли поставить диагноз. Перенаправили в терапию другой больницы. И только когда из очередного анализа крови получили онкоклетки, сделали пункцию костного мозга. Наступивший 2015 год принес Ольге страшное известие – острый лейкоз. Местная больница лечила Олю по протоколу 2009 года, несмотря на то, что тогда уже действовали более современные схемы лечения. Но применялись они пока только за рубежом. На Олю попался хороший специалист, который сделал все возможное для того, чтобы после длительного лечения наступила ремиссия. Анализ на онкоклетки был чист, но состояние вновь не радовало. Стали беспокоить сильные боли в животе. За три года Ольга похудела со 110 до 57 килограмм. Из-за диких болей в кишечнике не могла есть и спать. А врачи снова разводили руками. Диагноз не установлен. Все сваливали на последствия химиотерапии. Каждую ночь Ольга плакала от боли и надеялась, что ее не вырвет после ложки детского питания. Больше ничего ее организм не принимал. В августе 2020 боль стала невыносимой. Скорая увезла Олю в хирургическое отделение городской больницы. Полная непроходимость кишечника, низкий гемоглобин и уровень белка уже ставили ее жизнь под угрозу. Хирурги боялись делать операцию. Согласился единственный врач, взяв на себя все риски и ответственность. 15 дней в реанимации, две операции, удаление двух метров кишечника. Боли ушли, и казалось, что теперь все будет хорошо. Но все оказалось иллюзией. Анализ опухоли показал рецидив. Болезнь прогрессировала и переросла в еще более опасный диагноз. Злокачественную форму лимфобластного острого лейкоза. 100% агрессивность. Старый диагноз теперь казался уже не таким страшным. Ее не спешили брать на лечение. Но лечащий врач настояла. 2020 год. Началась эпоха новой эпидемии. Переполненные больницы. Единственный больничный томограф отдали в инфекционное отделение. Ольга ждала КТ. Слишком долго ждала. С мая по август. А когда в конце лета ей все же провели обследование, оказалось, что опухоль активно разрастается. До этого Оле два года отказывались дать направление на томографию с контрастным раствором, чтобы рассмотреть весь живот изнутри. А без направления ее невозможно было пройти даже платно. Ольга постоянно была на контроле врачей. Два года никто не мог определить причины анемии. А ведь была скрытая кровь в анализе кала, высокие соя и цирреактивный белок. Но врачи старательно игнорировали. Ольги не стало в феврале 2021 года. После рецидива она начала вести онлайн-дневник. И самое важное, что она хотела донести до своих читателей, это бороться. «Проходите сами компьютерную томографию, обращайтесь к специалистам из других городов и стран, чтобы вовремя диагностировать свое заболевание. Если бы мне сказали, что может быть рецидив острого ликоза, я бы побежала на обследование в другие онкоцентры и не оказалась бы с четвертой стадией заболевания».